Тушинский машиностроительный завод А бураны стране не нужны Руководство предприятия зарабатывать разучилось Предпочитая продавать площади под офисы или сдавать их в аренду Владелец одного из офисов Алексей Соболев Бизнесмен и соучредитель московского ювелирного завода «Электрум» Был бы и рад выкупить землю под висящей в воздухе собственностью Но начальство ТМЗ затягивает процесс А тут и вовсе заявило, что не пустит его сотрудников на рабочие места Спор случился из-за нежелания Соболева платить за охрану Охрана у него своя и навязчивые услуги ТМЗ ни к чему Возможно, они оправданы в случае арендаторства Но при чем тут собственник, уже оплачивающий собственную охрану? Но деньги застят глаза руководству ТМЗ И оно пошло на принцип Заявив устами коммерческого директора ТМЗ господина Добровольского Вы нам еще хотели рассказать, как один вопрос понятийный, а другой не понятийный Как официально звучит ситуация? В самом советском, в самом гуманном суде в мире, в который вы идете Мы столько решений, мы будем его оспаривать, вы будете его отстаивать Потом мы будем там чинить всяческие препятствия, что допуском-допуском Мы сделаем такой допуск, что будет калибку Свистопляска с въездом-выездом на территорию ТМЗ длится с лета 2012 года Подчас доходило даже до рукоприкладства Я вам предоставляю ничего... То, что на Мюс Электрум работает 22 человека, руководство ТМЗ не волнует Даже если производство остановится, а люди лишатся работы, не беда Все равно Соболев платить не хочет А законы в России, как известно, дешевле жажды наживы Существуют какие-то непомерные аппетиты руководства Тушинского машиностроительного завода Причем в завуалированной форме, а как бы по поводу моих денег Они хотят мои деньги Почему? По какой причине? Ну, потому что они вот привыкли, как бы, не знаю, заниматься поборами Не зарабатывать деньги, но реальным производством А вот наживаться, вот я не знаю, ну, пираты грабят Ну, примерно та же самая ситуация То есть нам навязывают договора, которые, как бы, вот мы не хотим Например? Например, договор контрольно-пропускного режима Он нам не нужен, у меня своя собственная охрана, как бы, внутри предприятия Ну, вот они навязывают, говорят, если не будет этого договора Сотрудников моих на мое собственное предприятие Которое на моем собственном, собственно говоря В моем собственном помещении находится А вы арендуете ли собственники? Нет, мы собственники, вот, соответственно Вот здесь у меня предприятие, и они не хотят пропускать людей Они хотят пропускать транспорт Предприятие такое, что транспорт должен заезжать, привозить станки, вывозить, допустим, какое-то оборудование, готовую продукцию. То есть все это связано с определенной охраной, но им это все равно. Они привыкли наживаться, то есть это нажива. А чем они это мотивируют? А нет какой-то конкретной мотивировки. Они говорят, знаем, что нарушаем закон, но будем чинить препятствия. То есть мотивировка одна. Ты виноват в том, что хочется мне кушать, обогащаться, наживаться. И все. А ваши дальнейшие действия? Ну, как бы мы и до этого, собственно говоря, я обращался в полицию, в прокуратуру. Как бы сейчас идет доследственная проверка. Вот нарушения у них есть, но все это долго. Потому что это длится примерно с 12 мая 2012 года, так сказать, к этому вопросу. Слава богу, я пока еще могу. Вот сегодня зашел как бы на предприятие. Но и то благодаря вам, то есть телевидению. То есть мое дальнейшее действие это привлекать как можно больше средств массовой информации. То есть ну что я могу делать? Ну, еще в суд. В суд обратился. Суд будет 19 марта. Ну вот. Подобные прецеденты уже с Тушинским машиностроительным заводом были. Как бы собственники выигрывали дела. Но как бы вот, ну что, если как бы они бьют, я не знаю, судебных приставов, ну что это, можно так. Они никого не слушают. У них, собственно говоря, своя правда. Судебный пристав обращается в полицию. Полиция, видимо, за недоказанностью, возможно, за отсутствием свидетелей, не возбуждает уголовное дело. Ну то есть так, не знаю, что такое беспредел, но то, что люди себя ведут нечестно, непорядочно, нехорошо. Да, это так. Нашу съемочную группу на территорию ТМЗ пускать не хотели. Но после вызова на ряда милиции все-таки отступили. То ли начальство струхнуло, то ли совесть пробудилась. Хотя последнее вряд ли. А журналистов алчные госуправляющие пока побаиваются. Бог знает, кто смотрит этот политвестник. В интернете везде написано, что делать при рейдовском захвате. Я с этим согласен. Это, конечно, обращаться в полицию. Конечно, как бы дальше в надзорную прокуратуру обязательно. Лучше всех уровней. Часто решает, допустим, все участковый. Конечно, обращаться к компетентному адвокату, юристу, который уже сталкивался с этими вопросами, знает, как их решать. В общественной организации, которая есть. И на самом деле здесь не то, что нужно не успокаиваться, а самое главное, это как бы то, что внутри человека. То есть не быть безразличным. Причем на всех уровнях. Вот зарабатываешь ты деньги, допустим, ну есть у тебя мимо, проезжаешь там, ну не знаю, человек лежит там в луже, ему плохо. Просто помочь ему, начать вот с этого уровня, то есть себя. Помочь другому, которого ты вот в поле своего зрения кого-то видишь. Если мы все будем не безразличные, не безучастные, просто к чужому горю, помоги сначала другому, ты поможешь сам себе. Коллектив «Электрума» сегодня на работу вышел. А завтра? И как вести дела в России, когда любой чиновник, жадный до денег, готов рвать три шкуры с производителя? И возможен ли бизнес в затхлой системе, где все продается и покупается под сектантские молитвы золотому тельцу? Даже ювелирный. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ.